Было сказано, допустим, то явление, что лучше пожилых людей не называть пожилыми, называть серебряными или еще какими-то. И сейчас в нашем языке есть такое явление, что ряду слов придан негативный смысл. А потом те люди, которые включили мазки, говорят, так что же мы такое говорим? У слова негативный смысл, кошмар, слово выкидываем, срочно заменяем. Мой подход совершенно другой. Не слово выкидываем, а негативный смысл, который искусственно к нему приделали, его выкидываем. Возрождаем изначальный смысл. Есть целый ряд современных слов и современных понятий, которые просто дескредитированы. Допустим, кто из вас знает украинский язык, знает такое слово, как травление в значении пищеварения. И, соответственно, вы можете сразу взять русский язык, где «травить» или «отравить» означает «принести бред». Происходит от чего? От слова «трава». От слова того, что наши предки для того, чтобы улучшить свою жизнедеятельность, использовали ряд трав. Вы знаете, что китайский чай, ему не больше ста лет на нашей территории. До этого наши предки все использовали именно те чаи, что у нас росли. Чаи, привет, циван, чай, да что угодно. Ну, то, что наше. То, что выросло на нашей земле в синхронности с нашими телами, с нашей водой, с нашим воздухом, с нашим уровнем солнечной активности и так далее. И, соответственно, в нашей письменности было такое понятие, что когда слово пишется зачеркнуто, оно означает свою как бы противоположность. Поэтому, да, травление, как травление от слова «трава» изначально позитивный смысл, что улучшение работы тела в зачеркнутом смысле, ну, то, что сейчас означает. И, допустим, смотрите, вот слово «старое» — это слово ни в коем случае не плохое. Слово «старое», оно коренное со словом «стараться» и с английским словом «стар», то есть «звезда». Идея какая, что человек всю жизнь должен стараться для того, чтобы в момент старости стартовать. И вот вы, если помните Вересову книгу, помните там такую фразу, что «предки смотрят над нас звездами с Ирия». Помните эту фразу? Очень красиво. Да, но это не символическая фраза. Это фраза, четко констатирующая духовную идею. Во-первых, Солнце — это как сверхпланета, на которой живут в телесной форме огненных сполохов наши достойные предки. И идея ведической традиции как раз была в том, чтобы помочь человеку при оставлении тела стартовать или в духовный мир, или же на одну из звезд, или же самому переродиться, создать свое звездное тело и фактически стать звездой. Если сейчас те люди, которые известные, которые могущественные, их символически называют звездами, потому что глубоко в подсознании там вот эти все штуки есть еще. представления людей подсознательные, архетипы, если с психологической точки зрения подходить. И как идея превращения в звезду, она сохранилась. Идея как раз была прямая. И в Велесовой книге она четко записана. Поэтому, соответственно, если деталь не интересует разбирать все эти вопросы, по воскресеньям я провожу занятия. Субтитры создавал DimaTorzok